Пойдем, кого заснимем? Давай, покажи, господин охранник, кого здесь? Кто здесь крутой? Марченко снимали сегодня? Не, Марченко. Как Марченко-то не заснять? Пойдем. Надо заснуть. Пойдем, скажем, что у него дерево упало уже. Как хватает. В осторожном луже. Луже? Ну, в смысле. Уходим. А ты как дерево называл? Дерево? Да. Пока еще не называл. Но там написано дерево конина. Привет, мы приближаемся к юбилею. У нападающего Данилы Квартального 96 матчей без заброшенных шаеб. А с учетом плей-офф 99. У его дяди Дмитрия Квартального 501 победа в чемпионатах КХЛ. Догонит ли он старшего родственника? Нападающий Егор Ченахов автор победного булита за Коламбус в матче против Детройта. Причем исполнил он свою попытку очень солидно. В КХЛ же все по-прежнему странные обмены. Называть обмены между СКА и Сочи спортивными чаще всего язык не поворачивается. Иногда они выглядят очень несправедливыми. Но на этот раз Южный клуб выиграл от сделки. В Санкт-Петербург отправляются защитники Никита Камалов и Никита Седов. В обмен Андрей Назаров получает Данилу Голинюка и Юрия Паутова. Последний, кстати, во встрече с Локомотивом провел на льду 18 минут. Сделал передачу. Но мы же знаем, что статистика в СКА вообще ничего не означает. Совершенно непонятно, зачем армейцам эти два защитника. Камалов крепкий игрок обороны, который наконец вырвался из Амура и показывал добротный уровень. Но сомневаюсь, что он кого-то сильнее в новой команде и сумеет пробиться в топ-6. Даже не представляю, чем он лучше того же Паутова. А ведь переезд бывшего игрока «Витязя» в Санкт-Петербург тоже выглядел странным и сомнительным. Паутов и провел-то до этого один нормальный сезон в клубе, который не попал в плывов. То есть клубы просто поменялись спортсменами примерно одного уровня. У Камалова 0-2 в 29 матчах, у Паутова 0-2 в 16 играх. Никита Седов уже не кандидат в молодежную сборную, ему 20 лет. Кое-что умеет на льду, старательный. Но если он сейчас застрянет в Сканеве и даже будет спущен в МХЛ, то это никого не удивит. Таких хоккеистов, как он, много. Но что он питерскому клубу тоже не совсем понятно. С Галинюком, переезжающим на юг страны, совсем другое дело. Нынешний сезон у него кошмарный. Всего три матча, последний 29 сентября. А также слухи, будто бы он очень сильно деградировал, как хоккеист. Но знаете, когда речь идет о парнях, находящихся в системе питерского клуба, то надо осторожно относиться к оценкам со стороны. Если он не играл почти два месяца, то как мы могли понять его состояние? У нас в памяти Галинюк это весьма перспективный защитник, который довольно неплохо играет в обороне и готовит помочь в атаке. Серебряный призер молодежного чемпионата мира. В Сочи он попадает в доброжелательную обстановку. Ему будут доверять и есть возможность раскрыться в команде. Южный клуб должен быть рад в такой сделке. Нападающий Микс Индершис официально стал игроком адмирала. Интересно, что это случилось после матча клуба в Латвии. Видимо, там Индершис понял, что станет лучшим в этой команде. СКА продолжает свои отношения с фармклубами. В Витязь отправлен нападающий Степан Старков. Взамен забрали молодого и перспективного Семена Демидова. А один российский вратарь едет в Финляндию. Галкипера Артема Загидулина немного жаль. Не оказалось рядом с ним человека, который бы давал правильные советы. А он уж совершил столько ошибок, что теперь шансов вернуться на прежний уровень не очень много. Напомним, что в свое время Артем уехал в Северную Америку. Договорился с Калгари. Хотя именно перед сезоном 19-20 Геннадий Величкин хотел делать ставку на голкипера. Рассчитывая, что пара Артема Василий Кошечкин будет биться за куба Гагарина. Вратарь не был задрафтованным. Отправился в канадскую команду на контракт новичка. Совершенно не анализируя положение огоньков и не замечая силу своих конкурентов. Да и по поводу своего уровня он был скорее неправильного мнения. Ничего путного из этой командировки не вышло. Артем играл за Стоктон. Не впечатлял своей игрой, завершив тот чемпионат с довольно слабым процентом отраженных бросков ниже 90. А затем началась пандемия. Загидулин долго сидел без работы. Затем согласился на короткий контракт с Металлургом и в пяти матчах пропускал более четырех шайб. Вернулся в Канаду. Провел один неполный матч за Калгари, пропустив две шайбы после 11 бросков. Вернулся в АХЛ, где почти не играл. Этим летом он стал не нужен канадцам. Но и в Магнитогорске его особо не ждали. Клуб предложил весьма скромный контракт. Агент игрока отказался от предложения. Но шло время. Никаких достойных вариантов не было. И Загидулин все-таки заключил пробное соглашение с уральцами. Все закончилось очень плохо. Четыре шайбы от Риги, три от Северстали. Теперь хоккеист расстроил соглашение и отправился в Финляндию. Там меньше давления, больше работы. Но никаких оптимистичных прогнозов по поводу будущего хоккеиста уже никто не дает. Слишком много упустил. Причем сам. Сумасшедший матч состоялся этой ночью в НХЛ. Вратарь Даллас Антон Худобин впервые в своей карьере пропустил 7 шайб. У Дениса Гурьянова передача, у Радулова минус 2. Единственный российский игрок в Миннесоте, защитник Дмитрий Куликов, завершил встречу с показателем полезности плюс 2. И у него два блокшота. И последнее безумие высшей хоккейной лиги. Самарский ЦСКА ВВС был унижен на своем льду молотом 0-10. У команды до сих пор нет денег, хотя власти рапортуют о том, что финансирование происходит в полном объеме. В городе построили новую арену, но команда там не играет. Просто настоящая тоска. До свидания. А как вы так смогли умудриться проиграть матч, который вы играли? Это без комментариев. Это без комментариев, я не знаю. Три секунды не хватило сегодня. Еще и в увертайме такой глупой шайбе. Это без комментариев. Чего там в раздевалке сейчас было? Ну там погром. Там кипит все. Давай удачи тебе в сборной и в Рязани, и в Витязи. В Витязи сможешь 6 минут сыграть, у тебя опять рекорд. Конечно.